Вяткин Александр Его ролики за все эти годы помогли без преувеличения сказать тысячам зрителей И теперь настало наше время помочь ему самому В описании я оставлю телефон Михаила, по которому можно будет перевести деньги через Бирбанк Онлайн Пожалуйста, поделитесь, если уж не всем роликом, целиком, то хотя бы этой информацией с друзьями Это очень важно Вторая новость это то, что наш любимый Шнайдер Электрик, как собственно и все остальные европейские производители, уходит с российского рынка Ничего хорошего в этом тоже нет, и нам придется переходить на каких-то других производителей Кто и что это будет, вы узнаете в нашей группе ВКонтакте А пока мы собираем последние остатки со складов Вот такие у нас сегодня хреновости Ну а теперь давайте перейдем к основной теме ролика Сегодня мы с вами будем собирать минимальную комплектацию однофазного счета Для стандартной двухкомнатной квартиры в новостройке без газа Мы посмотрим, каким может быть минимальный размер счета И в конце разберемся, что делать, если нерадивый дизайнер сделал вам подставу в виде клочка стены, куда нормальный электрощит не влезет физически К порицанию дизайнеров и застройщиков мы вернемся в конце В процессе установки я буду очень кратко и поверхностно рассказывать про функционал и необходимость устанавливаемых устройств Все подробности вы найдете в моем ролике про идеальный щит для квартиры Там есть удобные тайм-коды Ссылку на ролик я оставлю в описании Ну а теперь давайте приступим к сборке идеального счета на минималках В первую очередь мы устанавливаем в одной аппарат В нашем случае это выключатель нагрузки, он же рубильник, который обязательно должен быть двухполюсным Мы ставим рубильник, а не автомат, потому что в этажном щите мы планируем установку селективного вводного автомата И чтобы он работал корректно, после него не должно быть никаких автоматических устройств, кроме непосредственно групповых Двухполюсный мы ставим для гарантированного обесточивания нашей квартиры Так как сотрудники управляющей компании очень любят менять местами фазу и ноль в этажном щите во время проведения своих работ И никакая ни цветовая или буквенная маркировка их никак не заботит Сразу после вводного устройства я обычно ставлю однополюсный распределительный блок, он же РБД Нужен он для распределения нулевых проводников между вводными аппаратами защиты Вместо него можно использовать нулевую шину, которая идет в комплекте со щитом Но в таком случае мы сильно усложняем себе жизнь при установке щита на объекте Но раз мы говорим о минимальном размере щита, то сегодня обойдемся без РБД Далее в обязательном порядке мы ставим реле напряжения Но обычное реле, которое сочетает в себе и блок управления, и силовой контакт, я категорически не приветствую Сразу скажу, разумеется, прямого запрета на установку таких РКН нигде нет, это все мое личное мнение Я приведу пару аргументов, почему я пришел к такому выводу, а вы уже решайте сами, следователи моему совету или нет Что касается нормативных документов, то РКН там упоминается лишь один раз При подключении частных домов к воздушной линии электропередач И там четко сказано, что реле напряжения обязательно должно разрывать как фазный, так и нулевой проводник И во-первых, я не вижу особой разницы между схемой подключения к ВЛ и к стояку в этажном щите Схемы абсолютно идентичны, а во-вторых, ни одно РКН прямого включения не разрывает ноль Также у меня не вызывает доверие микроскопическая релюшка внутри РКН, на которую приходится вся нагрузка при перепадах напряжения Я этот вопрос очень подробно осветил в ролике про идеальный щит Кому интересно, обязательно посмотрите по ссылке в описании Чтобы обеспечить правильную с моей точки зрения защиту от перепадов напряжения, нам потребуется Автомат для защиты самой РКН и катушки контактора Реле контроля напряжения с управляющим контактом И полноценный контактор, который будет отключать нагрузку при необходимости Итого, это 4 модуля к нашему щиту Далее мы ставим вольт-ампер-метр На первый взгляд, это безделушка, от которой можно и отказаться Но это не совсем так ВАР позволяет отслеживать параметры сети в реальном времени И очень часто помогает провести диагностику дистанционно Также он позволяет заказчику оценивать свое энергопотребление В общем, он позволяет экономить деньги, нервы, да и вообще делает нашу жизнь ярче, проще и веселее Отказываться от него я пока что не готов И я поставил вместо вольт-ампер-метра реле напряжения Да Поехали дальше А дальше мы ставим кросс-модуль, к которому вернемся чуть позже И только на этом у нас закончилась вводная часть нашего щита Которая уже заняла у нас 12 модулей Теперь самое интересное Разбитие на группы В качестве групповых аппаратов я буду применять диф-автоматы Так как объединять под УЗО нам тут нечего, группы так минимум Начинаем с освещения И здесь у нас обязательно две группы Раз Два Первая на мокрые зоны, вторая группа на освещение комнат Предвкушая ваши вопросы, сразу отвечу Групп 2, так как сети освещения оснащены огромным количеством импульсных блоков питания Которые дают очень серьезные фоновые утечки тока На которые могут привести к ложным срабатываниям дифференциальной защиты Чтобы гарантированно избежать проблем в будущем Повесив весь свет на одну группу Необходимо использовать дифф-защиту типа ASI Которая и так стоит, как чугунный мост А в нынешних условиях вы ее просто нигде не найдете Одной группой можно обойтись Только если на каждую комнату у вас приходится по одной люстре Без всяких декоративных подсветок Кучи точечных светильников и тому подобного И то это будет крайне неудобно Когда в случае нештатной ситуации Вы остаетесь полностью без освещения Дифф-защиту на освещение сухих зон Мы ставим в обязательном порядке тоже По двум причинам Во-первых, если мы поставим простой автомат То любая утечка на землю в сухой зоне Выключит всю квартиру целиком Через селективное УЗО Установленное на воде Обращаю внимание Всю квартиру целиком Не только освещение Во-вторых, в соответствии с нормативными документами Группы освещения, где присутствуют светильники Доступные к прикосновению без использования лестницы Обязательно должны быть под дифф-защитой То есть один настенный светильник в группе И все УЗО или дифф-автомат обязательно В трехфазных же щитах Мы обязаны разбивать освещение Минимум на три группы Так как обязаны обеспечить Максимально равномерную нагрузку по фазам Ладно Дальше у нас идет группа теплых полов Казалось бы Теплый пол имеет микроскопическое потребление И ничто не мешает привязать его группе розеток санузла или коридора Но нет Я всегда делаю отдельную группу Так как в случае неисправности Заказчик не сможет отключить теплый пол отдельно И продолжить пользоваться розетками из этой группы Отключить теплый пол Можно только сняв терморегулятор И отсоединив питающий кабель Ну что в принципе немыслимо Для необученного персонала Далее я ставлю дифф-автомат на кондиционеры Тут точно такая же ситуация Как и с теплым полом Мы вряд ли получим перегрузку Если повесим, например, кондей На группу розеток комнаты Где он устанавливается Но случись что Заказчик не сможет его отключить отдельно А проблема с кондиционерами не редкость За что отдельное спасибо Мастерам, которые кидают межблочное питание Проводом ПВС Да еще и на улице Еще обращу ваше внимание на то Что нужно обязательно учитывать мощность кондиционера И объединять более трех блоков на одну группу Я крайне не рекомендую В нашем случае кондиционеров два С климатом разобрались Дальше у нас идут группы розеток Свободного назначения Первой в этом списке идет группа В которой объединены розетки Прихожей, гардеробные и санузла Нет никаких проблем в их объединении Даже несмотря на то, что в нашем случае В санузле устанавливается стиральная машина По умолчанию мы рассчитываем, что одна группа Защищенная автоматом на 16 ампер С учетом время токовой характеристики Спокойно пропускает 3,5 киловатта на постоянной основе И до 4,5 при кратковременном пиковом потреблении Учитывая, что современные стиральные машины в пике потребляют до 1,5 киловатт В отдельной группе они не нуждаются Но есть один нюанс Согласно последней редакции 256-го свода правил На розетке санузла мы обязаны устанавливать устройство защиты от дугового пробоя Можно поставить одно на всю квартиру Или, как у меня, только на группу розеток санузла Количество потраченных модулей от этого не изменится А вот саму тему установки у ЗДП я буду обсуждать в отдельном ролике Так что обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить Ну а возвращаясь к нашей теме Группа розеток санузла у нас забирает минимум 4 модуля, как ни крути Далее у нас идут 2 группы розеток комнат Так как квартира двухкомнатная В подавляющем большинстве случаев не будет проблем с перегрузкой Если мы повесим обе комнаты на один автомат Но это чертовски неудобно при эксплуатации в современной квартире В интернете можно найти много причин разделять комнаты на отдельные группы Вроде оставление детей без присмотра С выключенными розетками в детской Я же приведу самую важную именно с моей точки зрения Дело в том, что этот ремонт в вашей квартире далеко не последний И раз в 5-10 лет необходимо будет обновлять стеновое покрытие Дабы ваша квартира не стала напоминать бомжатник А при современной насыщенности розетками Ободрать стены от старой краски или обоев Будет практически невозможно Не отключая питание в этой комнате Ну и сами понимаете Ради косметического ремонта в одну из комнат Выезжать всей семьей на съемную квартиру Нецелесообразно Проще отключить ремонтируемую комнату И жить в остальной части квартиры Как ни в чем не бывало Вместо того, чтобы съезжать или обматывать все удлинителями Плюсом в нашем случае щит располагается посредине квартиры А комнаты в разных от него сторонах И цена удорожания по сути только один дифавтомат В общем преимущество явно перевешивает удорожание в нашем случае Далее располагаем группу Которую уж точно не стоит ни с чем объединять Это розетки рабочей зоны кухни Думаю не нужно объяснять почему А на этом у нас со свободными розетками покончено Далее идет мощная бытовая техника Давайте по порядку Варочная панель 7,5 кВт в пике Обязательно отдельный кабель с сечением 6 квадратных миллиметров В соответствии с нормативными требованиями Меньше нельзя Объединить ни с кем тоже нельзя Духовой шкаф 3,5 кВт это как раз полная нагрузка одной группы Ничего не добавить Далее объединяем на отдельную группу СВЧ и посудомойку Оба по 1,5 кВт при одновременной работе занимают целую группу Если на кухне не предусмотрено СВЧ, а вместо нее устанавливается стиральная машина То можно сделать одной группой стиралку и посудомойку Результат тот же Затем идет водонагреватель Тут тоже все понятно Накопительный жрет много А проточный и вовсе требует свой кабель И свой дифавтомат как наварочную панель И закрываем наш список группой сушильной машины К сожалению дифавтоматы у меня закончились Я поставлю пока что такой муляж Что же касается сушилок То их на рынке огромное количество С самой разной потребляемой мощностью Если сейчас заказчик выбрал маломощную модель Ничто ему не мешает заменить ее на модель Мощностью по 3 кВт в будущем Что уже чревато отключениями из-за перегрузок Поэтому я настоятельно рекомендую Запитывать сушилки отдельной группой Теперь немного вернемся к кросс-модулю Как я и обещал Обратите внимание, что наш щит получился структурированным Освещение в одном месте Климат отдельно Розетки тут, а техника там Это очень сильно помогает заказчикам Взаимодействовать со своим щитом В случае какой-либо аварии Сваливать все в кучу, по моему мнению Это просто вверх пофигизма по отношению к потребителю И помимо того, что нам понадобилось для этого Н-ное количество модулей Мы не можем запитать все дифавтоматы Одной гребенчатой шины Где она у меня А делать перемычки от одной шины к другой шлейфом По моему мнению, недопустимо Когда я вижу подобную гирлянду в щите У меня остается ощущение, что монтажник этот щит не собрал А просто выплюнул на отвяжись Поэтому мы ставим кросс-модуль Чтобы каждая группа дифавтоматов Питалась своим проводом из одного источника Что делает схему максимально надежной, удобной и красивой Если мы захотим повыпендриваться И запитать каждый дифавтомат отдельно То нам понадобится кросс-модуль еще больше Уже на 6 модулей, а не на 4 Но в нашем случае это будет уже лишним Так как именно эти дифы имеют двойной зажим Позволяющий снимать их с рейки по отдельности Не разбирая всю гребенку целиком Жаль, что мы их еще не скоро увидим на полках наших магазинов Теперь давайте посчитаем, во сколько модулей встал нам наш минимальный набор И это целых 40 модулей Без учета отступов для структурирования групп Это самый базовый голый набор Который не имеет никаких современных фишек Так, например, если мы захотим обезопасить технику От импульсных грозовых перенапряжений То нам понадобится еще 6 модулей На УЗИП, его защиту и шину для правильного подключения заземления А если заказчик захочет мастер-выключатель Самый простой, управляемый только с одного места Это еще 2 модуля на дополнительный контактор А если добавить сюда рубильник-отпуск То это 2 модуля на сам рубильник И как минимум 2 модуля на неотключаемую группу Хотя бы одну, например, объединяющую холодильник, слаботочку и станцию робота-пылесоса Итого это уже будет 52 модуля Без каких-либо умных домов и тому подобного А если в квартиру приходит питание от трехфазной сети То это, как я уже говорил, минимум 2 модуля на третью группу освещения Плюс по 2 модуля минимум на трехфазное питание Варочной панели и проточного водонагревателя Итого 58 модулей И меня просто вымораживают дизайнеры Которые прописывают в квартире Помимо того, что мы уже добавили в щит Еще три кондиционера Два водонагревателя По одному в каждый санузел, если их два И как минимум одну мощную вентустановку При этом установку электрочита Они отводят квадрат 30 на 30 сантиметров Где-то между корзиной для грязного белья и мусорным ведром С вопросом, вам что, не хватит? Нет, не хватит Но что же делать, если вы уже стали счастливым обладателем Щита-недомерка И вам понадобилось добавить туда недостающие группы И дополнительную защиту типа реле-напряжения В принципе, выход есть Для начала, понятное дело Ни о каких системах умного дома речи не идет Но зато мы можем сохранить схему ввода Реле-напряжения и даже вольт-амперметр При этом уместив функционал в корпус на 24 модуля Для этого нам нужно заменить стандартные диф-автоматы на одномодные В итоге групповые аппараты похудеют в два раза И вся конструкция займет не 40 модулей А 23 Правда, это без кросс-модулей И если объединить, например, розетки комнат под один диф-автомат То вполне себе можно будет установить какой-нибудь мастер-выключатель Или структурировать аппараты защиты Почему бы тогда не использовать везде и всюду Эти одномодульные диф-автоматы вместо обычных Дело в том, что они не лишены недостатков И применять их налево и направо без острой необходимости я бы не советовал Во-первых, эти устройства полностью электронные А как мы знаем из интервью представителя компании Schneider Electric в Китае Срок службы устройств с электронными компонентами Компонентами в среднем на 5 лет меньше, чем электромеханических Во-вторых, к обслуживанию щитов, укомплектованных данными устройствами Очень опасно допускать низкоквалифицированный персонал Так, например, если какому-нибудь идиоту придет в голову Вместо поиска утечки просто пустить ноль мимо диф-автомата Электронные устройства этого не обнаружат В отличие от электромеханического Вы останетесь без защиты от поражения током Ничего об этом не подозревают Также я не советую специально занижать размер щита Так как в будущем вам может не хватить места Для замены устаревших устройств Если, например, одномодульный размер По каким-то причинам перестанут производить Ну и пока комментарии не загадили Свидетели электромеханического УЗО Типа электронные устройства от 100 И как ты вообще можешь их предлагать Хочу сказать, что у электронных устройств Есть не только недостатки И свои преимущества тоже есть Во-первых, электронные УЗО и диф-автоматы Меньше подвержены ложным срабатываниям Из-за высокочастотных гармоник Токопоглощаемых сетевыми фильтрами Импульсных блоков питания Получается что-то типа аналога устройства С приставкой SI О которых я уже упоминал Во-вторых, самый современный Дорогой и навороченный тип УЗО То есть тип B Который применяется в зарядных станциях электромобилей Вообще не бывает электромеханическим Подробно об этом можете узнать Записи моего эфира с представителем Шнайдер Электрик Владимиром Чертаном Или, например, почитать отличную статью Владимира Гуревича Ложные срабатывания УЗО Кто виноват и что необходимо делать Очень рекомендую Ну а на этом пора заканчивать Надеюсь, это видео поможет дизайнерам Лучше понимать специфику нашей работы Чтобы избежать колхоза и неприятностей Начинающим электрикам поможет Более грамотно комплектовать свои счеты А нашим любимым заказчикам Поможет заранее понимать, с чем им придется столкнуться На этом у меня все Не забывайте ставить лайки Подписывайтесь на канал и группу ВКонтакте Спасибо за внимание И безопасного вам электричества С вами был Вяткин Александр Команда ГОСТ Плюс Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok